Не, но человека могут стебать за слишком большой член, например. Это как бы проститутка видит твой член и говорит, что типа все, анальный секс будет дороже стоить. Блять, это тоже дискриминация людей с большим членом. Мы тоже страдаем. Стебать можно не только за маленький член, но и за большой член. Они хорошие, все разные, но поскольку наша культура сексистская, поскольку... Например, можно... Хотя нет, мы такое не одобряем, конечно, но... Некоторые стебутся над людьми маленького роста с большими членами, называя их треножниками. Это... Это оскорбительно. Мы не одобряем такое категорически. Это шейминг. Еблан — это дискриминация по умственному признаку. Внекошерная феминистка. Эээ... Ну да. Ну да. Как бы... Ну и вообще там оскорбление типа даун, там, дурак и так далее. Имбецил. Это же... Имбецил — это вообще диагноз. Ольга Фрэн. Даун — это все диагнозы. У нас есть какие-то идеи, представления о маскулинности. У нас большой член считается атрибутом мужественности. А маленький член недостаточно мужественный. Он даже женственный. И это сексизм. И трансфобия тоже. Потому что, боже мой, никак вообще форма наших половых органов не связана с нашей гендерной идентичностью. Не связана никак с тем, насколько мы мужественные или женственные, или небинарные. Ну да. Но ведь обвинять кого-то в гомофобии или трансфобии — это же тоже оскорбление. Алло. Ну и логично, что если вы феминистка, то бороться с сексизмом и при этом использовать какие-то оскорбления, которые укрепляют сексизм — это непоследовательно. Короче, короче, если у вас маленький член, то вы транс. Потому что, если над вами смеются, то над вами смеются трансфобы. Короче, это не член, это клитор просто, на самом деле. Нелогично. И мне кажется, неправильно. И то же самое касается всех остальных дискриминаций, потому что дискриминация в целом — это плохо. Не знаю. Даже если вы как феминист... Ну да, но если ты кого-то обвиняешь в дискриминации, это тоже оскорбление. Считаете, что вы должны бороться только с сексизмом и вообще никак не думать ни про какие другие дискриминации, как они пересекаются и как они присутствуют в жизни даже с гендерной женщиной, если вы только вот про с гендерной женщиной думаете. Всё равно вряд ли вы согласитесь с тем, что дискриминация — это хорошо. С чем я вообще делаю эту говорку? Короче, ребят, дискриминация — это плохо. Надо, чтобы ваш феминизм был инклюзивным. Интерсекциональность. Круто, да. Давайте займёмся религиозной проповедью просто. У нас есть то, что мы сами определяем как хорошее и плохое. Давайте, блядь, навяжем это всем. Ура! Что же с этим делать? Ну, тут начинаются разные... Бля, мне кажется, знаете, она даже сама немножко понимает, насколько она ебанутая и насколько у неё квазифашистские взгляды. Где-то в глубине души она это понимает. Стратегические вопросики и пути. Во-первых, надо просто прислушаться к своей речи и подумать, проанализировать слова, которые вы используете, чтобы кого-то оскорблять. Не будем сейчас обсуждать то, что нужно ли вообще кого-то оскорблять. И вообще, насколько это необходимо, обзываться. Потому что, да, ну я, например... Кто как обзывается, то так и называется. Он считается женским. Меня друг попросил узнать. Я не знаю, это надо у Ники спрашивать, понимаешь, в чем дело. То есть, у неё же просто позиция такая, что там, блядь, всякие гендеры, понимаешь, то есть, как бы, может быть женский член или там мужская вагина, понимаешь. То есть, она идёт дальше, чем всякие эти ротфемки. То есть, ротфемки и интерсеки, это, блядь, злейшие враги на самом деле. Не особо люблю обзываться, но, но, очень редко приходится. Ну, не знаю, вот такое случается. Короче, это вообще отдельная тема для видео. Нужно ли оскорблять людей, как вообще общаться без этого. Это отдельная тема. Всё, у нас условие задачи в этом видео, это то, что мы используем какое-то оскорбление. Жизнь нас привела в это место сейчас, где мы используем оскорбление. В чате пишут, что трансфобы смеются над хозяйством, что делать, ежи. Подай на них в суд. В либертарианский. Здесь, так вот, сначала мы проанализируем, что за слова мы используем. И мы при этом будем бережно это делать. Когда мы заметим, что мы какие-то плохие слова используем, которые какие-то дискриминационные, мы не будем себя гнобить и говорить, что мы плохой человек. Мы. Нет, мы похвалим себя за то, что мы хотим стать лучше. И совершаем какие-то дополнительные действия, чтобы сделать мир лучше. Вот. Дальше мы посмотрим на эти слова и подумаем. Да, продолжать эти слова использовать как оскорбление. Это плохо, нелогично. Потому что мы закрепляем связку, что вот это слово, вот это понятие, это что-то плохое. А мы не хотим так делать. Дальше мы придумаем какую-нибудь альтернативу, которая будет нам нравиться. Которая не будет продвигать какую-нибудь дискриминацию. Благо, благо. Благо такие слова есть. Не все. А можно дискриминировать тех, кто дискриминирует других? Не все плохие слова, не все оскорбления связаны с какой-то дискриминацией. Например, я могу назвать кого-нибудь говно. Говно это просто вонючее. У всех есть говно. Тут нет ничего, мне кажется, дискриминационного, если назвать кого-то говно. Нет, дискриминация людей, которые, блядь, не могут нормально срать, потому что у них, блядь, кишечник, там, что-нибудь плохое с кишечником и так далее. Так что, нет, тоже дискриминация. Вот, не знаю, реально. Хотя, конечно, слов, которые, наоборот, отражают какую-то дискриминацию, их дохрена. Действительно, очень много оскорблений, каким-то образом связанных с дискриминацией. Вот реально. Это немного стремно даже это все обнаруживать, но... Она пишет, что иди нахуй, есть налет гомофобии. ...принимают коммунистические партии, ибо лишь коленем не одобряют. Ну, в качестве пассива могут взять. Хотя, если там уже есть Ленин, тогда да. Спасибо за донат. Вот такой у нас язык. Он пронизан нормами, в которых мы живем. Ай-яй-яй, какой плохой, греховный язык. Надо бить себя, короче, цепью по спине и кричать. Типа... За что мне этот первородный грех? Дьявол меня искушает. Sorry, I'm white. Sorry, I'm whale. Чего? Мы найдем слова, которые нам нравятся. Например. Вот у нас уже есть слово говно. Какое еще у нас есть слово? Канава. Не знаю почему, но вот мой брат это придумал в детстве. Канава. Мудак. Я не знаю, какая темология слова мудак. Может быть, если куда-то очень далеко... Муди, это половые органы, блядь, поэтому не хуйня. Это тоже дискриминация. Дискриминация евнухов, короче. Капать, может быть, тоже там что-нибудь сексистское есть, но вот в таком виде, в котором оно есть, мудак, хозяев, по-моему, нормальное слово. Блядь, просто реально. Вот до какой степени ебанутости, да, может дойти религиозный фанатизм, блядь, в 21 веке? Противность. Не знаю, у меня просто любимое слово говно. Давайте вместе этим займемся в комментариях. Да, да. Дмитрий Юрьевич, снимайте парик, блядь. Любимое слово говно. Слушайте, ну мне кажется, ей нужно коллабы с гоблином делать просто. Да? Давайте. И будем с чего-то друга поправлять. Аккуратно. Если кто-то ошибся, можно объяснять, что нет, мне кажется, вот это слово все-таки некорректное, потому что вот это такая-то дискриминация. Вот. Еще я хотела сказать, что менять свою лексику, это довольно сложно. Бедная недоумная девочка с комплексами транслирует свою шизофазию такой же аудитории. Это прекрасно. Принудительная психиатрия. Не одобряем. Не одобряем. Она имеет это право полностью на это. Главное, чтобы другие люди адекватно это оценивали. Спасибо за 5 долларов. Не, ну понимаешь, что тут как бы главное, чтобы Ника не узнала про рейс-плей в какой-нибудь момент. Не дай бог, блядь. И то, как там общаются, блядь, какими терминами. Потому что она охуеет. Она может умереть от сердечного приступа. Особенно, если вокруг вас все эту лексику используют. Это как сложно самоизоляцию соблюдать, когда вокруг вас все гуляют. Я улыбаюсь сейчас немножко просто от паники, потому что на самом деле в этом нет ничего вообще смешного. Это просто жесть. Я 4 месяца на самоизоляции, я никуда вообще не собираюсь ее нарушать, потому что эпидемия еще в самом разгаре. И на улице просто толпа людей. Ладно. Короче, сложно. Очень сложно. Но это правильно. И то, что вот вам... Она же с самого начала говорила, что правильно то, что считает правильным общество. То есть получается, что это ты, блядь, неправильная какая-то. Если ты хочешь переделать язык, а все остальные люди пользуются этими словами. То есть тут как бы внутренняя противоречия в ее, блядь, аксиоматике охуительной. Сложно будет? Я вам сочувствую. Мне тоже сложно. То есть все-таки, ну, типа, коммуникативная среда, она обществом формулируется. Как бы... Формируется, точнее. И иногда я прокалываюсь. Иногда я говорю какое-нибудь плохое слово, которое не очень хорошее. И потом... Блядь, ты постоянно прокалываешься, потому что это, блядь, психопатология ебаная. Потом я такая, блин, нет. Беру слова назад и говорю нормально. Но подумайте об этом вот так. Если вокруг вас люди используют сексистские, комофобные, всякие, расистские слова, а вы не хотите их использовать, и вы, например, даже поговорили с своим окружением, попросили так не говорить, а это окружение не хочет меняться, то, возможно, надо подумать о смене своего окружения. Я сейчас вам не говорю о том, что надо переезжать в лес, но хотя бы... Это имеет смысл, кстати. Можно задуматься, на какие паблики вы подписаны, и как вообще там в комментариях люди общаются. Это очень сильно влияет, реально, на культуру общения. Вот в интернете места, в которых мы тусим. Ну вот. Много чего, конечно же, можно делать, но одна из классных очень стратегий называется реклейминг. Реклейминг. От английского reclaiming. Реклейминг — это когда мы берем дискриминационные оскорбления, которые направлены на нас. То есть мы их берем, надеваем на себя и носим с гордостью. И тем самым отнимаем у них вот эту негативную, как бы... Ну то есть можно все-таки использовать эти слова. Главное — другой контекст использовать. Ну это примерно как чернокожие в Америке друг друга ниггерами называют. Типа «Эй, ниггер, привет!» Например, я тусгендерная женщина, и против меня направлено мизогеничное оскорбление — тупая пизда. Я могу сказать «Да». Да, я тупая пизда. Что будет правдой? Это даже не реклейминг, это, блядь, просто индит. Трюли, как говорит, блядь, Кургинян. Это действительно так. Господи, она не так безнадежна, как мы думали. Она все понимает в глубине души. Привет. Можешь раскрыть тему ее квазифашистской риторикой, учитывая, что Ника очень редко апеллирует к государству? В чем тогда заключается фашистская аксиоматика в ее словах? Ну, безапелляционность суждений и стигматизация всех, кто думает иначе и говорит иначе. То есть это просто, блядь, тоталитарное мышление. То есть это не фашизм классический, как я уже сказал. Это квазифашизм. То есть это идеология, которая характерна, в принципе, для любого тоталитарного общества или субъекта, который хочет сформировать тоталитарное общество. То есть это абсолютнейшая безапелляционность суждений. То есть тут как бы это либо квазифашизм, либо это религиозный фундаментализм. Потому что религиозные всякие фундаменталисты, они также рассуждают, что типа вот это хорошо, это плохо, все, абсолютная мораль, мы правы, мы не можем ошибаться, ура, вперед как бы. И так далее. То есть эти люди, у них даже, блядь, сомнение не может закрасться в голову, что оказывается есть другие формы морали, есть другие критерии добра и зла. Что может быть мы что-то делаем неправильно. То есть у них нет рефлексии вот этой. Говно это оскорбление людей, у которых нет доступа к санитарно-техническим приспособлениям, и у которых проблемы с личной гигиеной. Ну, как вариант, как вариант. Либо оскорбление для людей, которые настолько больны, у них там проблемы с кишечником, и они не могут сами там оправляться, например. Так что да, тоже. Там слово мудак тоже, там, этимология, там, муди. Муди это половые органы. То есть опять сексизм, блядь, вся хуйня. Вот моя футболка, на ней написано пизда. Конечно же, это не единственная стратегия. Не-не-не, там должно быть написано тупая пизда. И это не единственная какая-нибудь правильная стратегия. Она кому-то подходит, кому-то не подходит. Мне лично она нравится. Погуглите манифест пидора, там очень классно написано, как это вообще все. О, манифест пидора. Слушайте, эти самые чуваки, которые в гражданском обществе Михаила Светова создали националистическую фракцию, они, блядь, написали свой манифест. Нихуя себе. Манифест пидора. Все работает. Только очень важный момент, реклеймингом могут заниматься все люди. То есть теперь есть не только манифест коммунистической партии, но и манифест пидора. Против кого направлена дискриминация, и это дискриминационная лексика. Если бы у меня было, например, расстройство аутистического спектра, то я могла бы забрать слово «аутистка» и носить его с гордостью. Но у меня этого нет, поэтому употреблять слово некорректно будет с моей стороны. Нет, еще одна стратегия. Не единственная верная, не какая-то суперобъективная, лучшая. Просто одна из. Иногда я к ней прибегаю. Зеркалочки — это когда мы берем какие-то дискриминационные оскорбления, которые вот у нас направлены, и делаем такое же, но обращаем его на тех, кто нас оскорбляет. Да, это называется «Кто как обзывается, тот так называется». Хороший пример — это вот спермобаки. Женщины мезогеничные называют свиноматками, например, или просто пездами. И мы, чтобы показать, как это мерзко, и мы, чтобы продемонстрировать, как это вообще мерзко, и делаем зеркалку. Да, мужчины очень триггерятся, когда их называют хуймразями и спермобаками. То есть это же не так, что это забавная хуйня просто. Мужчин, которые нас так обзывают, им очень сильно это не нравится, а сторонники... Да, просто пиздец как бы. Манифест пидора и коммунистической партии — это одно и то же еженепутай. Бля. А я думал, это две разных... Два разных манифеста. Можно. Такая стратегия за собой влечет. Очень много пуканов. Спасибо большое, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Покупайте мои футболки и толстовки. С клидером. Скоро будет там еще... Скоро там будет новый... Окей. Наклейки и новые пины. Не волнуйтесь. Вот. И, конечно же, огромное спасибо всем людям, которые поддерживают меня на патриоте... Она очень странная. Воня, я ужасно вам благодарна, что вы это делаете. Если вы тоже хотите ощутиться в этом списке, то можете подписаться тоже на меня на патреоне. Ссылка будет в описании или в конце видео. Вот. Все. Пока. Че-то у нее список этих патронов в патреоне. Он все короче и короче от выпуска к выпуску. По-моему, ее аудитория, она начала что-то подозревать, блядь. Бонус рассматриваем волосы мои. Это... Малет. Я сделаю себе вот так вот. Сама. Оказывается, это очень просто. И мне пипец как понравилось. Я хочу всех постричь. Круто. Пиздец. Господи, какой же это пиздец. Ну что? Дамы и господа. Как вам? Как вам контент, а? Ненавижу, когда меня называют хуй мразью. Куплю худи с клитором. Да. Все правильно. Это так и нужно. Субтитры сделал DimaTorzok